МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Алтай почти на 100% обеспечен инсулином для больных с сахарным диабетом. Об этом власти края заявили сегодня на межрегиональной конференции, посвященной одному из самых опасных заболеваний в мире. Врачи обсуждали проблемы и передовые подходы в лечении диабетиков. Тему продолжит Анастасия Дороган. Алтай занимает восьмое место в стране по числу больных с сахарным диабетом. Ежегодно регион тратит 750 миллионов на препараты для этой категории. И проблемы нехватки инсулина нет, заверяют в Минздраве. Но диабетики с этим не согласны. Многие жалуются, что нередко жизненно необходимые препараты невозможно купить. Причина, объясняют чиновники от Минздрава, в смене лечения, а значит и типа инсулина. Для быстрого появления дополнительных упаковок с поставщиками отработана своя схема. Врач выписывает рецепт. Аптека его откладывает на отсроченное обслуживание. Логистическая компания, которая возит препараты, она видит каждый день этот отложенный спрос. И каждый отложенный спрос, вот ежедневный, он превращается в дополнительную заявку для лечебного учреждения. Поэтому этот отложенный спрос удовлетворяется буквально в течение недели. Ежедневно аптеки края получают до 100 таких рецептов. Инсулин необходим первой группе диабета, примерно 4 тысячам человек. Остальные 86 тысяч больны диабетом второго типа. К ним врачи всего мира применяют особый комплексный подход. Приводят на несколько видов препаратов одновременно, для самого диабета и сопутствующих заболеваний. В таком случае, говорит клинический исследователь Александр Аметов, смертность пациентов снижается на 40%. Мы никогда раньше не произносили слово кардиопротекция, защита сердца, нефропротекция, защита почек. Все знали, что при сахарном диабете на фоне повышенных некомпенсированного диабета развиваются осложнения, которые в финале стали называть фатальными. Из-за стоимости новых препаратов такой подход в крае пока доступен лишь нескольким тысячам человек. Примерно настолько же на Алтае ежегодно прирастает число диабетиков. Лучше диагностируют, но и сами люди, по словам врачей, запускают себя в группу риска. У нас много пациентов с избыточной массой тела, с ожирением, с артериальной гипертензией, с нарушенным липидным спектром, которые являются провоцирующими факторами для развития диабета второго типа. Перспективы лечения сахарного диабета в Барнауле будут обсуждать два дня. Завтра врачи посвятят вопрос диабету у детей и подростков. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня в крае выбрали профсоюзного лидера региона. Им стал Иван Панов, который до этого исполнял обязанности председателя Крэйсовпрофа. Напомним, 8 июня ушел в отставку руководитель объединения профсоюзов Владимир Бабушкин. Тогда его обязанности и перешли к Панову, который в течение пяти лет был замом председателя Крэйсовпрофа. Ну а сегодня его официально избрали профсоюзным лидером, поскольку конференция была внеочередной. На посту руководителя Крэйсовпрофа он будет работать всего два с половиной года, а не пять лет. БИИСК попал в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Со следующего года участие в нем могут принять агломерации с населением от 100 до 300 тысяч человек. Наукоград вполне соответствует. На ремонт дорог в 2019 году БИИСК может получить более 300 миллионов рублей. Мы надеемся, что в ближайшие годы город качественно изменит состояние дорог. Мы перейдем из того, что мы сейчас видим, в нормативное состояние. Я думаю, жители города порадуются реализацией данного проекта. К 2024 году в норме должны быть 80% БИИСКИХ дорог. Впрочем, на карте ремонтных работ есть и региональные дороги агломерации. К примеру, на Салтон и Новокузнецк. К слову, проект еще предстоит защитить в Федеральном дорожном агентстве. До конца года в Алтайском крае должны капитально отремонтировать более 300 многоквартирных домов. Сегодня в Новоалтайске специальная комиссия приняла работу по монтажу кровли в одной из пяти этажек. Всего в городе отремонтировали 19 домов. До конца осени сдадут еще 10 объектов. Далее слово Ирине Корчагиной. Людмила Максимовна живет в доме около полувека и говорит, что на ее память соседи всегда жаловались на состояние крыши. После каждого дождя у жителей верхних этажей появлялись разводы на потолке. Люди жаловались. Без конца во время дождей заливало. Особенно пятые этажи, как правило. Проблема жителей была больше с разрушением самого покрытия. То есть шифер, которым было много лет, он потрескался. Его восстанавливать сложно. Периодические ремонты, они мало к чему приводят. Теперь у жителей дома появилась новая крыша. Цена вопроса около трех миллионов рублей. Средства привлекли из фонда капремонта. По словам строителей, теперь кровля протекать не должна, а зимой будет проста в обслуживании. Гарантия не менее пяти лет. В следующем году в Новоалтайске запланировано провести капитальный ремонт еще в 16 домах. Темпы работ будут зависеть от платежной дисциплины собственников. А она в некоторых городах и районах края хромает. Программа действует с 2014 года. В настоящий момент отремонтировано 223 дома, что составляет около 70% выполнения. До конца года мы выполним план 100%. Будет отремонтировано по Алтайскому краю 333 дома. В целом программа капремонта рассчитана на 30 лет. Главное дождаться, пока очередь дойдет именно до вашего дома. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Барнаульца, который устроил стрельбу по квартиросъемщикам, будут судить по нескольким уголовным статьям. Напомним, в октябре прошлого года жена обвиняемого попросила мужа разобраться с арендаторами ее квартиры. По словам женщины, квартиросъемщики не платили деньги за жилье и отказывались освобождать квартиру. В итоге мужчина ворвался к неплательщикам с целой сумкой оружия и гранатами. Преступник несколько раз выстрелил в женщину и двух мужчин. В момент нападения в квартире находились еще и гости. После злоумышленник скрылся, но вскоре в нескольких кварталах от места преступления его обнаружила полиция. Позже при обыске у задержанного нашли целый склад различных боеприпасов. Как пояснили в Следственном комитете края, его будут судить по нескольким уголовным статьям покушения на убийство, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывных устройств и веществ. В ходе следствия обвиняемый выдвигал защитную версию об отсутствии у него умысла к лишению жизни людей. Однако данная позиция мужчины была опровергнута показаниями потерпевших и свидетелей, и заключениями судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. У водителей, у которых есть долги по неоплаченным штрафам, проблем станет больше. По новому федеральному порядку розыска должников сотрудники ГИБДД будут еще плотнее работать с судебными приставами. С 21 сентября полицейские обязаны не просто останавливать машину и сообщать человеку о его проблемах, но и помогать приставам при розыске должников. К слову, в Барнауле автоинспекторы давно сотрудничают с судебными приставами. Мы дежурим на улицах совместно с судебными приставами. На стационарные посты они приезжают бригады, проверяют должников, оформляют их, изымают вещи. Также выезжали по квартирно совместно с судебными приставами к тем людям, у которых большие долги накопились. Правда, пока до автоинспекторов не доведен новый порядок розыска должников. Но, к слову, насколько он действительно осложнит жизнь тем, чьи долги превышают 10 тысяч рублей, станет понятно в ближайшее время. Остановись, убедись в безопасности. Но вот такие надписи появились сегодня вблизи одного из пешеходных переходов Барнаула. Студенты технического университета поддержали идею сотрудников ГИБДД. Слова, призывающие быть внимательными, наносились специальной дорожной краской через трафарет в пешеходный переход. На проспекте Ленина у технического вуза, первый в Барнауле, на котором появились такие надписи. Каждый человек смотрит, когда идет под ноги. Как следствие, он увидит эту надпись. И мы в надежде, что у нас наши действия и наша работа не пройдет бесследно. То есть каждый пешеход хотя бы обратит внимание и, возможно, приникнет каким-то действием, чтобы безопасно переходить дорогу. Всего же в нашем крае, по словам сотрудников ГИБДД, более трех тысяч пешеходных переходов. В Барнауле почти тысяча триста. В ближайшее время подобные надписи могут появиться и у других учебных заведений. Организаторы надеются, что этот пример окажется заразительным. Со своей стороны полицейские готовы предоставить трафареты и краску. В Рубцовске девять детей-сирот получили обещанные им по закону квартиры. Но вот правда, чтобы получить собственную крышу над головой, им пришлось обращаться в суд, рассказывает Елена Кузовкина. Анна Шерембеева дождалась. Она в числе девяти счастливчиков, которым вручили ключи от квартир в этом новом доме Рубцовска. На очереди молодая женщина стояла с 2012 года. А в 2016 вышло распоряжение суда о предоставлении ей квартиры. И только сегодня появилась заветная жилплощадь. Очень рада. Я не верю в свои глаза. В свое время я не знала, что надо ходить, судиться, чтобы выбивать жилье. Известно, что сейчас в Рубцовске еще 50 человек ждут свои квартиры. Это при том, что решение суда уже есть, оно в пользу сирот. Этим летом, по словам начальника регионального жилищного управления, администрация края выделила дополнительные 200 миллионов рублей на приобретение квартир. Освоить все деньги должны до конца года. В городе Рубцовске новое жилье не строится. Поэтому берем там, где есть. Сейчас прорабатываются вопросы строительных организаций. Есть намерение построить здесь небольшие дома трехэтажности. Но еще пока конкретного ничего нет. Тех, кто имеет право на жилье, но продолжают ютиться в коммуналках, еще очень много. По краю таких сирот несколько тысяч. Так что девять семей Рубцовска без преувеличения можно назвать счастливчиками. Елена Кузовкина, Геннадий Лапзин. Наши новости. Работа детского телефона «Доверие» Алтайского края названа одной из лучших на Всероссийском форуме, который ежегодно организует фонд поддержки детей, который находится в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проходило в Челябинске и собрало на своей площадке более 700 специалистов со всей России. В номинации «Мастер доверия» наша служба признана лучшей. Телефон, на который ежегодно обращается около 25 тысяч детей и подростков, востребован и оказывает реальную психологическую помощь. Бесплатно, анонимные, круглосуточно специалисты общаются с ребятами со всего края. Как правило, главная тема, которая волнует молодых людей, это любовь и дружба, конфликты с родителями и проблемы в учебе. Детский телефон «Доверие» 8 800 2 122. Это разговор с ребенком о его переживаниях, о том, как он может сам для себя оптимально решить ту или иную ситуацию. С помощью психолога абонент рассуждает о своей собственной жизненной трудности. В октябре в Белокурихе начнутся работы по благоустройству пешеходных зон и расчистке лесов, прилегающих к городу-курорту. Именно на эти цели решили направить первые средства, вырученные от курортного сбора. Курортный сбор на территории Белокурихи ввели 4 месяца назад. За это время с отдыхающих собрали почти 11 миллионов рублей. 10 из них Управление по туризму края решило направить на благоустройство прибрежной зоны реки Белокурихи, а также создание пешеходных зон на территории Алтайской здравницы. Оставшиеся средства, это около миллиона рублей, пойдут на расчистку прилегающих к городу лесов. Подписано соглашение между администрацией города Белокурихой и Управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Активная работа начнется с октября. Наши отдыхающие должны, приехав в будущем году, уже увидеть эти изменения, эти улучшения. Со следующего года по краевому закону сумма курортного сбора должна вырасти с 30 до 50 рублей. Но предприниматели Белокурихи против такого нововведения. По их словам, количество отдыхающих этим летом по сравнению с прошлыми годами снизилось на четверть. Если вы цените свое время и хотите жить почти в самом центре Барнаула, приобретайте квартиры в новом жилом комплексе «Изумрудный». Он уже сданный, готов к заселению. В 12 минутах ходьбы и 3 минутах езды от Ленинского проспекта расположился новый жилой комплекс «Изумрудный». Свежий воздух, зеленый газон во дворе, просторная парковка. Таким он выглядит снаружи. Внутри чистые и светлые подъезды, отдельная спортивная площадка. Если не торопитесь, можете прокачать прессы руки, а также поиграть в настольный теннис. Внимание детворы точно привлечет детская площадка, оформленная в яркой красно-желтой цветовой гамме. О таких качелях и горках их папа и мама в свое время могли лишь мечтать. Что уж говорить об этом жирафе, он точно станет любимцем малышей. Кстати, жильцам не придется беспокоиться ни за автомобиль, ни за появление посторонних на территории. В «Изумрудном» есть консьержи и круглосуточное видеонаблюдение. При строительстве комплекса применяли новейшие технологии. Плюс ко всему свободная планировка, панорамное остекление, да и Wi-Fi на всей прилегающей территории. Осталось назвать место, где вам будет удобно и комфортно жить. Песчаная 19. Офис продажи «К «Изумрудный» находится на Юрина 204 Г. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае по летнему тепло, но облачно и в отдельных районах пройдет дождь. Плюс 19 ожидается в Заринске, Рубцовске и Славгороде. До 22 тепла в Змейногорске. Плюс 24 в Белокурихе. В Барнауле ночью плюс 8. Днем до 19 выше нуля. Солнечный ветер юго-восточный слабый. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Продолжение следует.